Впервые в республике тема «Таяние ледников» была поднята главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым на первом экологическом форме. Теперь эту проблему обсудили и на межрегиональном совещании в Политехническом университете. Минприроды совместно с представителями Фонда охраны дикой природы и северокавказскими коллегами искали пути адаптации к изменяющимся природным условиям. «Таяние ледников» прежде всего говорит о заметном потеплении климата. Так, последние 50 лет площадь дагестанских ледников сократилась примерно в два раза. В настоящее время в республике имеется 132 ледника. Их общая площадь – 18 квадратных километров. «Таяние ледников» может отрицательно повлиять на уровень воды в озёрах и руслах рек, что повлечёт за собой разрушительные последствия. «Мы собрались принять такие серьёзные решения для того, чтобы понять, что можно сделать и какие достоверные информации есть по этому вопросу. Поэтому мы дальше будем этим вопросом заниматься. Может быть, даже специально будут созданы экспедиционные группы, которые будут выходить на эти места и уже там на месте будут изучать состояние каждой ледниковой горы». Эта проблема давно беспокоит мировое сообщество. В прошлом году Россия присоединилась к Парижскому соглашению, который предусматривает меры по сдерживанию резких изменений климата. К работе в этом направлении подключилась и Минприрода Дагестана. «Такая уникальная природа, такая уникальная республика, как Дагестан, должна включиться в этот процесс. Здесь есть что сохранить, здесь есть территории, которые очень важны для людей традиционно, здесь есть потрясающее совершенно разнообразие экосистем и видов. И я думаю, что для нас это такой начальный этап, может быть, к разработке новых проектов в области адаптации к изменению климата для сохранения биологического разнообразия». На совещании изучили основные подходы по адаптации к негативным изменениям климата и таяния ледников в частности. Также специалисты оценили примерный уровень уязвимости секторов экономики и территорий Дагестана. Работа Минприроды в этом направлении продолжится и далее. Айшат Ахмедова, Заур Алиев, Юсуп Гадзи Амаров. Время новостей.